На Красном пути сейчас делают дорожный ремонт, но мячи уже успели заметить здесь первые нарушения. Фото с глубокими ямами и открытыми люками люди публикуют в соцсетях. Опасные участки неизвестные. Неравнодушные люди решили обозначить ветками, а дорожники установили оранжевые конусы на выпуклые канализационные колодцы. Именно так и нужно ограждать их на время ремонта дороги, объяснили мэрии. Впрочем, некоторых лихачей даже сигнальные знаки не останавливают. На Красном пути мы насчитали три сбитых конуса. Организация ремонта недовольны и водители автобусов. Одному захотелось высказать свое мнение, даже несмотря на отсутствие остановки. Зачем вообще там ничего не было видно. Сняли асфальт, а пылища люди дышат. Просто пылища. Разве так можно делать? Вот это снижение. На свежей отремонтированной улице Тюменская, что за Фрунзенским мостом, пылища меньше. Зато глубина и толщина разломов асфальта шокируют. По этой дороге каждый день ходит Альбина. Говорит, покрытие растрескалось уже весной. Быстро так разрушилась она? Да. Почему, как думаете? Не знаю почему. Там какие-то эти технические, наверное, не палатки. Тюменскую отремонтировали в сентябре 2017 года по программе «Безопасные и качественные дороги». После ремонта она стала широкой и двусторонней. История этой улицы уже успела обрасти предположениями. Так, изначально местные власти видели причину к прорыве водопровода. Однако у работников водоканала иная версия. Трещины появились из-за оползня. Потому и прорвало канализацию. Точных причин ломающейся дороги заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков не назвал. Было мнение, что там не использовалась геосетка некая? Ну, сейчас много можно теорий использовать, что бы можно было там сделать, чтобы предотвратить это. Но еще раз хочу повторить, если это была техногенная авария, то, поверьте мне, там никакая сетка бы не спасла. Но дело в том, что, еще раз повторюсь, надо установить причины. Потому что у водоканала свое мнение, у подрядчика свое, у нас как у заказчика свое. Для администрации города самое главное, чтобы эта дорога была приведена в надлежащее состояние. Теперь дело за судами. Причину разрушения дороги установят только во время официальных разбирательств. К слову, в рамках этой же программы безопасные и качественные дороги в этом году отремонтируют 37 дорог. Благодаря экономии на торгах к ним добавили еще пять улиц. Губкино, вторая производственная, Бердниково, Циолковского и съезды с улицы Госпитальной. Кроме того, дорожники обустроят 300 пешеходных дорожек и 146 проездов. Дмитрий Лицкевич на заседании комитета оценил работу муниципальных властей. 81 единица, причем такой современной техникой, закуплена. Плюс то, что сегодня озвучилась информация, к сожалению, тоже немного, потому что из 37 дорог только, если ошибаюсь, 15 будут использоваться новые технологии. Но это тоже недостаток средств. Это все нужно применять, потому что идет и улучшение этих прочностных свойств асфальта. Ну, надеемся, что дальше будем поступательно развиваться в этом направлении, и больше средств за счет различных уровней бюджета появится. В Омской мэрии сейчас изучают, какая из ранее использованных технологий обеспечивает дорогам долговечность. Ксения Бессараб и Максим Баринов, Антенна 7.